В четверг в региональной приемной Дмитрия Медведева проблемы Ивановцев выслушал глава городской мэрии Александр Кузьмичев. Пенсионерка Валентина Кузина пожаловалась на заброшенную территорию, которая находится рядом с ее домом в Дарьяльском переулке. Участок был выкуплен под строительство еще 10 лет назад подрядной организацией Содружества. Однако нового многоквартирного дома по соседству так и не появилось. На этом месте теперь свалка, рядом с которой обитают бомжи. Проблему глава города пообещал решить в самые кратчайшие сроки. Собственник земельного участка обяжен привести в нормативное состояние и определим вопросы, связанные с тем, чтобы либо начал строительство, а если он не начинает, то привел территорию в надлежащее состояние. Мы это обяжем. И организовать охрану этого участка. Другая заявительница пришла высказать просьбу жителей сразу пяти многоквартирных домов по улице Лежневской. Дело в том, что металлическое ограждение, выстроенное вокруг автовокзала, создает преграду для учеников второй и шестьдесят шестой школ. Забор, который ставится вокруг автовокзала, закрывает единственную дорогу в эту школу. В эти школы. И вот проблема в том, что там весь забор поставлен, остался последний пролет, уже столб вкопан. То есть вот-вот последний пролет поставится. Последний пролет не поставится. Мы туда, значит, выйдем. Однозначно, значит, в правление благоустройства попрошу, да, и сам тоже подъеду. И я думаю, что мы тогда найдем общее понимание. Значит, если что, значит, вплоть до судебного разбирательства, потому что есть общественная территория, есть сложившаяся. А вот те аргументы, которые приводят сегодня автовокзал, о том, что антирористическая защищенность, я думаю, что это не самая причинная задача, установка забора, да, там надо еще весь ряд других мероприятий привезти. Попасть в школу все-таки возможности есть. И вопрос это нескольких дополнительных минут. Однако ученикам, как выяснилось, выходить на уроки из дома пораньше не хочется. Я живу в московских домах, конкретно для учащихся школы номер два. Будет, ну, неудобно ходить через автовокзал. Потому что там строится забор, а конкретно через больницу тоже неудобно. То есть тоже надо круг обходить. Понятно, что путь через автовокзал для школьников не самый безопасный. Вероятнее всего, этот последний пролет так и не поставят. И все будут ходить привычной дорогой. А вот руководству автовокзала придется найти другой способ, чтобы обезопасить свой объект. Возможно, более современный и надежный, чем забор. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.